Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое во всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое При и выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 сентября, и Церковь празднует великий праздник Всемирное воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня. Я всех вас поздравляю с этим великим событием. И сегодня за богослужением Церковь предлагает нам поразмышлять над посланием апостола Павла Коринфяна. Это первое его послание, глава 1 стихи с 18 по 24, в котором говорится о Кресте. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, сегодняшний праздник, Церковь за богослужением, за Божественной Литургией прочитывает отрывок из Первого Послания апостола Павла к Коринфинам. И к этим словам, о том, что крест для иудеев соблазнен, а для эллинов безумия, приступали многие из выдающихся святых отцов и учителей Церкви. Давайте обратимся к тексту. «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Для погибающих, то есть тех, кто сознательно отвергает Христа, слово о кресте юродство есть. Благоговейно переведенное слово на самом деле означает глупость, дурачество, бессмысленность. Для людей, для которых Христос чужд, который сознательно отвергает, крест — это насмешка, либо же абсолютная глупость, ненужность. Для нас же, для христиан, исповедующих свою веру во Христа и в Его Церковь, Святую Соборную Апостольскую, для нас это сила. Крест нас вдохновляет, крест — это красота Церковь, это слава Церкви. Ибо написано, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». В 19 стихе этого отрывка первой главы, первого послания апостола Павла Коринфина, который только что прочитал, апостол Павел цитирует пророка Исаию, который еще тогда, задолго до Христа, предсказал то, что на самом деле нельзя своей мудростью достичь познаний о Боге. Полноту откровений нельзя узнать из собственного разума. Поэтому и цитирует именно здесь апостол Павел пророка Исаию, который говорит, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». И иудеи, и эллины действительно привнесли в копилку мирового знания очень много мудрости. Но главная мудрость — это мудрость креста, мудрость спасения через внешнюю юродивую оболочку, как им казалось, как кажется мудрым мира сего. Но апостол Павел в 20 стихе спрашивает, «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал в Бога, в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости. И в своей проповеди апостолы следовали определенной схеме, определенной парадигме проповеди. Это проповедь о том, что Христос действительно воплотился, что она содержалась в том, что Христос воплотился, то, что был небольшой пересказ, краткий пересказ его жизни и его смерти на кресте. Дальше следовало учение о его воскресении и втором пришествии. И это становилось камнем преткновения как для иудеев, так и для эллинов. Для иудеев потому, что, во-первых, они ссылались на книгу второзакония, где написано «Проклят всяк, висящий на древе». И поэтому распятый на кресте для них априори становился тем, кому ни в коем случае нельзя поклоняться, потому что он проклят. И для них очень важно было явление знамений, знамений того, что ты истинный пророк. И много было лжемессий, которые подкупали народ тем, что они сделают великие чудеса. Христос же, вспомним, всегда запрещал говорить о своих чудесах и не творил эти чудеса на показ. Не было у Христа чудес ради чудес. Все они были контекстуальны и имели свое назначение удостоверить определенных людей в конкретном месте, и это было явлением Царствия Небесного. Но, как говорится, имеющий уши да слышит, имеющий очи да видит. Те, кто видел и те, кто уверовал во Христа, как в Мессию, тем открылись, те очи, они уразумели Писание. А кто не хотел и кому нужны были знамения иного рода, кому нужны были эффектность, те не уверовали во Христа. и поэтому для иудеев это соблазн. Они не могут принять Христа, имеется в виду в контексте данного послания. Хотя мы знаем, что очень много иудеев принимало и продолжают принимать христианство и принимать Христа. Для иудеев же, для эллинов, был другой соблазн другого рода. Бог, как абсолютное существо, не может быть чувствителен, не может быть зависим от внешних обстоятельств, которые предлагает человек. И поэтому для них, для людей, которые воспитаны в лоне великой античной философии, для них повествование о каком-то странствующем человеке, который был распят на кресте, страдал и умер, является глупостью, является юродством, и, конечно же, для них это абсолютно безумно. Поэтому апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, а призванные были из кого? Из иудеев и из язычников. Поэтому он и пишет, для самих призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость именно в свете библейского откровения о том, что должно произойти искупление в контексте жертвы Христовой, которая и одна единственная освобождает нас от клятвы закона, от греха и смертности, для нас есть сила Божия и премудрость во Христе распятым и во Христе воскресшем. Поэтому в сегодняшний день, когда мы прославляем крест Господень, давайте вновь и вновь обратимся с молитвой Господу, дабы Он не отнял от нас это безумие, это наше безумие для внешних, безумие нашего поклонения Кресту, которое на самом деле является нашей силой и нашей премудростью. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудное имя Твое во всей земли, як Он взялся великолепи, Твое превыше небес.